Как мы и прогнозировали, отскок котировок нефти был временным. Волатильность на рынках энергоносителей жива и пока не собирается никуда уходить. Вчерашний день тому подтверждение. Цены на нефть не успели толком передохнуть на низком старте, так как снова стремительно и быстро рванули вперед к уровням трехлетних максимумов. Причина все та же – энергетический кризис в Европе. Конечно, скорее всего, впечатляющего роста мы больше не увидим, и как только котировки будут переваливать за максимальные значения последних трех лет, рынок будет откатывать их назад. И именно на этом стоит строить свою стратегию торговли. Котировка фьючерсов на нефть марки Brent вчера вышла из коррекции и продемонстрировала достаточно широкую амплитуду движения. Так, за один день котировка сначала скатилась ниже психологической отметки в 80 долларов за баррель, а потом резко рванула покорять прежние вершины. За сутки стоимость нефти марки Brent укрепилась более чем на 5%. В итоге цена снова оказалась на уровне 83 доллара за баррель. По прогнозам аналитиков, сейчас нас ожидает техническая коррекция. Вероятно, цена выше 83 долларов за баррель пока не поднимется. Что касается котировки фьючерсов на нефть марки WTI, то тут ситуация похожая. Снижение стоимости обратилось резким скачком вверх к прежним позициям. Лишь за 12 часов котировка на нефть WTI смогла укрепиться на 4 доллара. Цена вернулась к локальному максимуму 79,5 долларов за баррель. Но, вероятно, цена не удержится на этой позиции и откатится вниз до 77 долларов за баррель или около этой отметки. Таков прогноз экспертов. И мы уже видим эту тенденцию на графике. Тем временем на валютном рынке также разворачиваются интересные события. Нежданно-негаданно вчера проснулся рубль. Российская валюта вдруг решила расти и бодро доросла до 4-месячного максимума. Данный факт стал для многих сюрпризом. Не то чтобы в российский рубль никто не верил. Только вот причин и предпосылок к такой динамике совсем не наблюдалось. Нефть, конечно, росла, паника тоже, но все это было и раньше, и в больших масштабах. Тогда рубль реагировал вяло, а теперь вдруг двинулся за трендом. Вряд ли. Макроэкономические показатели тоже сильно далеки от идеальных и в последнее время только ухудшаются. В итоге остается только один реальный фактор влияния, объясняющий укрепление позиции рубля, и это спекуляции. Спекулятивный интерес трейдеров подстегивает рост индекса Мосбиржи, на нем также надувается спекулятивный пузырь, и вполне очевидно, что все это впоследствии лопнет. В результате рубль отойдет на реальные позиции, и хорошо, если не резко упадет. Ну а пока пара доллар-рубль решительно вырвалась из облюбованного коридора и вплотную подошла к локальному минимуму 11 июня 71.55. Поскольку реальных предпосылок к укреплению российского рубля нет, то его дальнейший рост по отношению к доллару аналитики верят слабо. Но как только спекулятивный интерес начнет угасать, российская валюта останется без поддержки. Дальнейшее укрепление позиций рубля сейчас возможно, если курс сможет удержаться ниже цены 71.50. В противном случае пара скорее всего вернется к верхним границам диапазона 72.50-73.50. В другой паре евро-рубль царит добрая старая стабильность. Тут все пока без сюрпризов и движение четко по направлению ослабления евро. Пара продолжает обновлять локальные минимумы и сейчас курс зафиксировался в районе цены 83 рубля. Один из важных индикаторов показывает критический уровень перепроданности евро. И намекает нам на то, что рано или поздно курс откатится и мы будем наблюдать техническую коррекцию по паре от 3 до 5 процентов стоимости.